Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке 10 класса по теме конденсаторы на значение устройства и виды. Вы закончили изучение темы электростатика, на которой углубили свои знания об электрическом заряде и его взаимодействиях, а также познакомились с электрическим полем и его силовой и энергетической характеристикой. Сегодня на уроке вы узнаете о применении электрического заряда. Во многих электрических приборах необходимо накапливать электрический заряд. Таким прибором является конденсатор. Конденсатор — это устройство для накопления электрического заряда. Конденсатор представляет из себя систему, состоящую из двух разноименно заряженных пластин, которые называют обкладками. Между этими пластинами находится диэлектрик. Главная характеристика конденсатора — это электроемкость. Электроемкость обозначается буквой С, и есть отношение заряда одной из пластин конденсатора к разности потенциалов. Единица измерения — фарад. Конденсаторы по форме бывают разные, но чаще всего встречаются плоские и сферические. Электроемкость конденсаторов зависит от геометрической формы пластин и диэлектрика между ними. Электрические заряды на пластинах создают электрическое поле, которое, как вы знаете, обладает энергией. Энергию заряженного конденсатора можно выразить через электрический заряд, напряжение и электроемкость. Мы с вами очень часто в повседневной жизни используем смартфоны. Мы управляем смартфоном, прикасаясь к нему. Сделать это в перчатках мы не сможем. Почему? Потому что, прикасаясь к экрану, мы снимаем зарядку с конденсатора. В современных видеорегистраторах используют конденсатор очень большой емкости, что позволяет сделать его работу более надежной. Конденсатор заменяет здесь аккумулятор и не дает изменению температур влиять на работу прибора. Вы могли встречаться с такой проблемой, когда вы заряжаете мобильный телефон с помощью портативного блока питания, а он не заряжается, несмотря на то, что индикатор работает. Это значит, что в блоке питания перестал работать конденсатор. Да и в любых приборах, которыми вы пользуетесь дома, будь то телевизор, компьютер, планшет, везде есть конденсаторы. Часто во время работы приборов емкость конденсатора нужно менять. Можно это делать плавно, изменяя площадь перекрытия пластин, а можно это делать дискретно, то есть ступенчато. Для этого используют батарею, состоящую из нескольких конденсаторов. Существует два типа соединения конденсаторов. Рассмотрим параллельное соединение конденсаторов. Возьмем два конденсатора и с помощью мультиметра измерим их электроемкость. Емкость первого конденсатора составляет 334 нФ. Емкость второго конденсатора 344 нФ. Соединим конденсаторы параллельно и измерим общую емкость с помощью мультиметра. Она составит 678 нФ. Значит, при параллельном соединении конденсаторов общая емкость равна сумме емкости конденсаторов. При параллельном соединении напряжение на обкладках конденсаторов одинаково, а заряды конденсаторов пропорциональны их емкости. Полный заряд батареи равен сумме зарядов конденсаторов. Емкость конденсаторов это коэффициент пропорциональности между зарядом и напряжением, поэтому при параллельном соединении конденсаторы емкости складываются. Последовательное соединение конденсаторов. Возьмем те же конденсаторы и соединим их в цепь последовательно. Измерив их общую емкость, мы получаем значение 170 нФ, а это меньше емкости каждого конденсатора, включенного в цепь. Как же емкость цепи можно выразить через емкость каждого конденсатора? Когда мы подаем напряжение на обкладке конденсатора, на внешних обкладках возникают одинаковые по значению и противоположные по знаку заряда. На внутренних обкладках наводятся точно такие же заряды. Напряжение на обкладках конденсатора будет находиться как отношение электрического заряда конденсатора к емкости этого конденсатора, а общее напряжение будет равно сумме этих напряжений, а также напряжению источника тока. Но вместе с тем напряжение источника тока находится как отношение электрического заряда батареи к емкости всей батареи. А это значит, что обратное значение общей емкости равно сумме обратных значений каждого конденсатора. Более глубоко эту тему вы сможете изучить, прочитав дома параграфы 97 и 98 и записать в тетради задачи номер 1, 2 и 3 со страницы 327. Спасибо за урок. Hello, students! Nice to meet you again. Today we are going to speak about Madame Tusser's museum. What do you know about museums? There are some different kinds of them, like art museums, historic museums, history museums, military and war museums, mobile museums, open-air museums, science museums and other. Okay, let's speak about the most popular museum in the world. Madame Tusser's. The museum is situated in Melbourne Road, not far from the street which is famous as the home of the first great detective in fiction, Conan Doyle's Sherlock Holmes. People have been enjoyed the wax cultures at Madame Tusser's museums for generations. It is a major tourist attraction in London, United Kingdom and a number of the other cities around the world. The idea for a wax museum came from Mary Tusser. She was born due to the during the 1760s in Strasbourg, France. Look at her! Her collection was not permanent display for the first time on Baker Street in London during 1836. One of the museum's most popular attractions at that time was Madame Tusser's Chamber of Honor. New models are being produced all the time, while the old ones are quietly removed from display. There are wax models of the famous and infamous, both living and dead, from every walk of life. The wax figures are standing and sitting, and sometimes even moving and talking. They are extremely realistic. Look at them! And when you look at these figures, their eyes sparking, you often feel uncomfortable in their company. Computer-controlled figures are especially popular with the visitors. Over the years, hundreds of celebrities have made their way to Madame Tusser's studio. Most people agreed to be portrayed, but some refused. Mother Teresa was one of the few who declined, saying her work was important, not her person. The museum has its branches all over the world. In New York, in Amsterdam, in Berlin and other cities. Over the years, hundreds of celebrities have made their way to the museum of Madame Tusser's studio. Look at them! They are very nice and realistic. And now let's check our knowledges about the museum of Madame Tusser's. Fill in the information. It is a major tourist attraction in in London, United Kingdom and a number of other large cities around the world. Yes, you are right. The idea for a wax museum came from from Marie Tussaud's. New models are being produced all the time while while the other, the old ones, are quietly removed from display. The wax figures are They are standing and sitting and sometimes even moving and talking. Most people agreed to. To do what? They agreed to be portrayed, but some refused. The museum has its branches in. In a number of major cities of the world. Do you remember which cities? The next exercise? Say true or false. Read the statement, please. With me. People have been enjoying the wax sculptures at Madame Tusser's museums for 90 years. Yes, you are right. It is false. Next. One of the museum's most popular attractions at the time was Madame Tusser's chamber of honors. How do you think? Is it true or false? Yes, it is true. Next. New models are being produced all the time. Yes, it is true. Computer-controlled figures are especially popular with their visitors. How do you think? True or false? Yes, it is true also. Mother Teresa agreed to be portrayed, but some refuse. Unfortunately, it is false. The museum has its branches in Amsterdam, Berlin and New York. Yes, it is true. You are right. Well done! So, today we were speaking about the museum of Madame Tusser's museum. And for the next lesson, I want you to do some exercises from your student's book. Open, please, page 133, exercise 2. Here you can see the text about Madame Tusser's museum. Use the words in brackets from 1 to 10 in the correct form to complete the gaps. And then answer the questions about the museum. So, that's all for now. Thank you for your attention. Goodbye, students! I'll see you tomorrow. Bye, gente. Bye, guys. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone.